Если будете есть в месяц сезоне, будете как вот эта тетя, просто жопая. А сегодня с дядей Женей мы тренируем спину. Вопрос такой прилетел про мобильность суставов. У нас не тяжелая атлетика, у нас, назовем это силовой, брутальный бодибилдинг. Нет, ну на самом деле, все-таки надо понимать, слишком гибкие мобильные суставы в тяжелых упражнениях, ну типа там присед, жим лежа, они абсолютно не нужны. Зачем иметь какую-то такую гибкость, которая тебе наоборот будет мешать? Тебе нужно создать жесткую мощную конструкцию, чтобы поднимать большие веса. Но при этом суставы должны быть все-таки настолько гибкими, чтобы ты мог приседать в полную амплитуду, делать джим, вот эти все мосты, там все дела, становые. В общем, если у тебя закрепощен, как, кстати, вот у многих, я смотрю, голеностоп, с остановой, с приседом, все это сразу проблема. Она нужна, естественно, мобильность, растяжка, все дела, но не такая, как, например, естественно, в гимнастике. Поэтому слишком сильно увлекаться не надо, то есть ты должен быть гибким настолько, насколько это нужно, но не более того. Потому что если ты слишком гибкий, то это наоборот только мешает. И если тебе тяжело во всем этом разобраться, то записывайся на дистанционный тренинг. Стоит пока 3,5 тысячи рублей. Разберем питание, тренировки, анализы, фармакология, нефармакология, ГЗТ для тех, кто старше 40 лет. Подписывайся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И всем пока-пока, мои поросяточки. Подписывайся на канал, ставим лайки, пишем комментарии.